Всем привет, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Мы наконец-то пришли к нашим подопытным деревьям, которые обрабатывали мочевиной в различных концентрациях. И сейчас сравним, что получилось. Итак, 5-процентный раствор. Как видите, вот одна веточка обработана, она практически ничем не отличается от других веток. Здесь у нас верхушка была обработана 10-процентным раствором мочевины. Небольшое покоричневение пошло, но это тоже практически не отличается. То есть 5-процентный и 10-процентный растворы не сильно сжигают листу. Можно сказать, практически на уровне контроля. И так и должно быть, кстати. Главное, чтобы раствор мочевины уничтожил грибницу, мицелий и споры грибков, которые на этих пластинках остались с летом. А вот мы пришли к дереву, на котором мы обработали разные ветки растворами в 15% и 20%. И я думаю, разница налицо. 15-процентный раствор. Немножко листики, чуть-чуть, самую малость подгорели. А вот 20-процентный раствор уже сказался на состоянии листиков гораздо серьезнее. Они покоричневели, они начали отмирать и активно осыпаются. И так, уважаемые зрители, для яблони и груши растворы концентрации от 5 до 15% не вызывают серьезных ожогов. А вот 20-процентный вызывает. А теперь, уважаемые зрители и подписчики, я хочу ответить на вопросы наших читателей. Самый популярный вопрос – можно ли смешивать карбамид, мочевину с раствором препаратов меди, медного купороса в частности? Да, медный купорос и мочевину, растворы можно смешивать. Однако, я это делать не рекомендую. Пожалуй, это стоит лично проверить, пока есть время. Но все-таки, исходя из того, что лучше где-то не доработать, чем вызвать ожоги, я все-таки советую препараты меди применять отдельно, мочевину отдельно, разнося их по времени. Например, пока вы убрали урожай, обрабатываем мочевиной. Начался листопад, работаем свои деревья препаратами меди, особенно если у нас есть проблемы со здоровьем в саду. Кстати, смешивать с мочевиной можно только раствор медного купороса. Ни бордовскую жидкость, ни другие сложные соединения с карбамидом, пожалуйста, не мешайте. Один из наших зрителей спрашивает, можно ли обработать карбамидом деревья после опрыскивания бордовской жидкостью? И через сколько это делать? Или лучше подождать до весны? И когда именно можно это делать? Итак, если вы обработали бордовской уже сейчас, я думаю, обрабатывать карбамидом не стоит. Вы уже внесли очень хороший, очень мощный фунгицид, который работает и выполняет свою функцию. Обрабатывать карбамидом после медного купороса или бордовской жидкости уже не нужно. Еще один вопрос. Можно ли обрабатывать растения карбофосом или фуфаноном после того, как облетели листья? Пожалуй, нет. Дело в том, что эти два препарата, инсектициды, они работают по насекомым, которые должны быть в наличии. А если у вас облетела листва, понятно, что все насекомые уже ушли на покой. И обработка будет бессмысленной. Отложите лучше эти препараты на весну, когда проснется тля. На этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Не забывайте прислать фотографию проблемы, если такая нужда есть. А мы постараемся объективно ответить на ваши вопросы и помочь вам растить свой сад здоровым, долговечным и урожайным. С вами была Юлия и Мурлычард.